Прежде всего, для этого понять, что у Аристотеля физика и теология, да, они на самом деле объединены в некое единое целое. То есть, я уже говорил о том, что природа, фьюсис, это природа, отличается от того, что он, действительно, это уранос, но уранос буквально небеса, небо. Это разные сферы, да. Сфера природы не простирается выше Луны, да, то есть, мир представляет собой следующим образом. В центре находится Земля, а вот это вот Луна. До уровня Луны идет понятие, идет природа. Вот фьюсис, да. А вот эта вот область, да, которая заключает в себе надлунный мир, вот есть подлунный мир, вот это вот внутри, вот этот подлунный мир, да, подлунный мир. А вот это вот, вот это, да, надлунный мир. Причем Аристотель все это обсуждает в смысле того, что Земля представляет собой сферу, и все это тоже сфера, это как бы вот будем рассматривать как сещение, да. Вот Земля, сфера в центре Вселенной находится. А, вот это вся Вселенная, Вселенная ограниченная, ничего бесконечного не существует. Тут есть как бы вот эта вот, вот эта вот, крайняя сфера есть. Крайняя сфера. И Аристотель говорит везде, что по ту сторону Вселенной как бы ничего нет, и вот здесь нет ничего. Ну, почему нет ничего? Потому что он считает, что ничего нет беспредельного, ничего нет бесконечного. Да, все обязательно ограниченное, что... И обсуждает там, что если бы оно было бы неограниченное, там возникало бы очень много проблем. А Земля находится в центре, в центре Земли и в центре Вселенной это один и тот же центр. Почему Аристотель считает, что вот Земля неподвижна, да, вот она находится в центре. И небеса вращаются, да, вокруг Земли. Они вращаются, да, вот тут много сфер, тут что-то там 54 сферы, что ли. Ну, допустим, планеты и звезды, они как бы прибиты, да, к сферам этим. И сферы сами вращаются, а планеты просто на них находятся. Тут много сфер, вот они все вот так вот вращаются концентрически, да, вокруг Земли. Земля стоит в центре, и центр Земли, и центр мира, это центр Вселенной, один и тот же центр. Вообще говоря, вот эта Вселенная одна, и это обязательно обсуждается. Одно небо, вообще один мир. Но поскольку он отвергает бесконечность, да, в принципе, потому что бесконечность для Земли это невыслимое, как бы непонятное, и порождающее много проблем. Ну, в частности, каким образом бы Земля выдержалась, да, в этом, как бы, бесконечности. И для того, чтобы вот свести, да, чтобы понять, каким образом такое массивное тело, да, которое, Земля понимается как шар, да, висит, это во Вселенной, да, представление о неких подпорках его не устраивает, и поэтому он обсуждает такое понятие, как естественное место. Да, вот я сейчас рассказываю физику, просто для того, чтобы пояснить теологию, невозможно это сделать, если не рассказать, как устроена физика, да, потому что у Аристотеля, как бы, а вот устройство мира с точки зрения физики, да, оно связано с тем, как устроен Бог. Так вот, вот есть понятие естественное место. И просто понимание Аристотеля, вот, каждая стихия, да, каждый элемент, да, вот здесь в природе действуют четыре элемента, да, вот наша вода, Земля, огонь, воздух, а здесь только тут квинтэссенция, да, вот этот пятый элемент эфира. Ну, квинтэссенция, это просто латинизированная термина, а так это эфир, это вот особое тело. Эфир ничем не смешивается, не смешивается с четырьмя элементами, а четыре элемента здесь, как бы, инаковеют, они всяческим образом здесь взаимодействуют друг с другом, да, является причиной возникновения уничтожения, изменения в принципе, перемещения и прочего. А в эфире только происходит, только может быть перемещение, это никакого другого изменения невозможно, потому что эфир, как бы, он не изменяется никак, здесь только возможно перемещение. Так вот, что значит естественное место? Каждый элемент, он имеет определенного рода внутреннее, вот как мы говорили, фюсис, да, вот внутреннее. Что вы, помните, говорили, когда осуществляется, что простые тела, ага плос, ага плос, ага плос, ага плос, да, как бы, является, то есть простые тела, только является сущностями. Ну вот, в частности, эти элементы, да, и счастье этих элементов. Так вот, каждый элемент имеет определенного рода свой природ внутренний, да, и вот огонь стремится вверх, вода и воздух занимают промежуточное положение, а земля стремится вниз, потому что она, как бы, тяжелая, да. Причем, причем Аристотель понимает, что вот все эти вот стремления, они имеют вид центрального поля, да, то есть все стремится, как бы, к центру. То есть земля, как тяжелая, стремится к центру, вот так вот, вот сюда стремится земля, а огонь стремится вот к внешнему этому краю, огонь, потому что он, как бы, легкий, да, вот, левитация, да, вот связанная с этим, понятная, и гравитация. Ну и где-то посередине находится воздух там и вода. Причем здесь, как бы, вот у него постоянно возникает аналогия, связанная с Анаксагором. Анаксагор говорил, что вначале все было смешано, а потом пришел ум и, как в центрифуге, и так вот крутанул, да, и все, как бы, разошлось, да, по определенного рода стихиям. То есть земля соединилась с землей, вода с водой, это воздух с воздухом и прочее, да. То есть именно ум привел все в порядок. Здесь, как бы, тоже Аристотель это обсуждает в том отношении, что почему земля находится внизу, да. Потому что даже если бы она где-то, ну, гипотетически находилась в другой месте, вселенная, на самом деле, вещь, но она никогда у нее не возникает, да. Она изначально была и всегда есть, да. И, как бы, вообще такого обсуждения, как возникновение вселенной, такого просто нет. Такого разговора у Аристотеля нет. Но, тем не менее, просто земля, по естественному своему устремлению, да, вот, она стремится занять вот это вот место самое нижнее. Самое нижнее место – это вот центр вселенной, да. Поскольку вот все пространство, оно не является однородным, как бы, вот, есть некая вырожденность, да, вот, центр, да, вот, центр, да, и все стремится к этому центру. Почему земля, центр Земли и центр вселенной один тут же? Ну, потому что земля с разных сторон, как бы, вот, стремится к этому центру, да, и, как бы, образует, и земля образует форму шара. Ну, естественным образом, если с разных сторон, как бы, все это сдавливает, сдавливает, то образуется шар. вообще говоря все тут все шарова разно вот это вот крайне сфера это особенно идеальный шар идеальный все везде как бы присутствует идеальная фигура шар ну или сфера и все как бы устроены на таким образом и вот если теперь мы как вот обозревая что вот такое устройство мира пытаемся понять и что же представляет собой бог да как додс на море об этом боге иносказательно все это дает знать указывает на самом деле что божественная сфера этого сфера неба да вот небо как связано с богом с божественным небо связано с божественным я вообще говоря все вот эти вот планеты и звезды это все тоже боги богов много но все эти боги они движутся только единственный способ да они движутся только перемещение то есть они не изменяется никак но естественно как бы да бог должен оставаться тем же сам не подобает богу изменяться единственное у него как бы изменение в богах это перемещение причем перемещение таким интересным способом да поскольку они движутся по орбите постоянной орбите да то это круговое перемещение идеальное перемещение впереди перемещение то что может быть понятно что приму прямолинейные да может быть круговое что круговое перемещение на постоянно как вот замыкается в этом круге да вот то это перемещение наиболее идеальное наиболее правильное так как вот единственное движение которое совершают боги, это вот такое перемещение. Ну и обсуждает Аристотель в метафизике также вопросы передвигателей, а именно, что для него очень важно, чтобы некий высший бог был неподвижен. Он, собственно, все приводит в движение. Он есть первый... Он есть протон кенун, то есть он есть первый движущий, да, как бы, и все остальное кенуменам, да, все остальное, что им... остальные боги, которые им запущены, они, как бы, вот, получают от него движение. А уже остальные движения происходят в зависимости от того, как вот смотрят на этих богов. То есть вот есть некая иерархия, как бы, движений, да, есть какой-то первый толчок, да, первое движение, да, которое постоянно осуществляется, да, это первый движитель, он, как бы, вот, движет постоянно. За ним возникает движение богов вот в этом эфире, в виде перемещения. И за ним, как бы, смотря на это перемещение, движется все остальное. Ну и все это движение, как бы, оно подчинено вот именно целевой причине, да, именно, как бы, именно весь мир устроен тем способом, что все имеет вот эту вот внутреннюю цель, которая связана с тем, что представляет собой сущее. Что все сущее, ну, я вот еще много раз говорил об этом, что вот оно, здесь оно имеет внутри себя вот этот фюсис, да, и вот благодаря этому фюсису, этому уксусу, оно устремлено к некоторому своему естественному положению. И каждая стихия, каждый элемент стремится к своему положению. Ну и, естественно, как бы, отдельные вещи или живые организмы, поскольку в нас тоже существуют эти элементы, вода, земля и прочее, да, как бы, мы составляем часть этого мира, благодаря тому, что вот и в нас тоже присутствует это стремление. Но наше стремление, как бы, оно поднимается выше, у нас есть ум, и мы, как бы, можем это стремление сознательно, осознать можем, да, и, как бы, двигаться и стремиться к Богу сознательно. Ну, что тут важно? Важно понять, что такое перводвигатель. Вообще говоря, про перводвигатель говорится, что, во-первых, покоится, он неделим, он там, это, не, да, ну, да, говорится, что он нематериал. Говорится, что он не имеет частей, да, не делим, не имея частей, и нематериален. Что же такое он под собой представляет? Ведь тут что интересно? Поскольку вне Вселенной-то ничего нет, а говорится о том, что Бог находится, как бы, вне мира, да, и если рассматривать, и он является умом, да, и если рассматривать аналогию между нашим умом и умом божественным, то вот наш ум представляет собой форму-форм. Аристотель говорит о том, что наш ум представляет собой, можно понять по аналогии, как рука и орудие, да, вот наш ум – это, как бы, рука, а формы другие – это, как бы, орудие, да, вот, то есть наш ум и есть форма-форм в этой аналогии, что как рука и орудие. Что же он подобен в своей руке, использующей орудие. Так вот, и божественный ум есть тоже форма-форм, да, и как же он тогда существует? Ведь он же должен, если он существует, да, он должен быть чем-то материальным, да, как бы, пространственно отделенным. Так вот, здесь и возникает такая интересная вещь. Я, вот это представление об эфире Аристотель вводит не случайно. Дело в том, что эфир, вот, он как раз не смешивается с другими стихиями, он является величинным, он является неизменяющимся, он является неделимым и прочее. Иначе говоря, эфир является тем самым, как бы, как бы материей, да, которая, как бы, достойна Бога. Она является божественной материей. Но слово «материя», видимо, вот она же базируется на понятии «юль», так «юль» — это деревянность. Оно относится только к четырём элементам, да. То есть она только относится, ну, не только к четырём элементам, и всё, что состоит из этих элементов. Ведь всё остальные сущности, они состоят из этих четырёх элементов. Четыре элемента лежат в основе всех остальных сущностей, да. Просто эфир не называется материей. Но, тем не менее, Бог, на самом деле, как бы, ну, почему я говорю «как бы», потому что надо какое-то другое слово придумать, да, вместо слова «материал», да. То есть Бог, он рядоположен миру, но его материал, из которого он состоит, не представляет собой вот эти четыре элемента, а представляет собой элемент квинтэссенцию. И здесь надо понимать, что мир представляет собой идеальный шар, и форма этого шара, она вот здесь крайняя сфера этого, да. То есть что такое форма, шар? Форма шара – это точки, равноудалённые от центра. Да, и, собственно, как бы, что представляет собой форму? Форма представляет собой вот эта вот крайняя, крайняя сфера. И Аристотель постоянно указывает на то, что вот именно в одном месте даже явно говорит о том, что эта крайняя сфера покоится. И она является формой. И самое интересное, что это единственная форма, которая отделена. Почему? Потому что здесь уже ничего нет. Ничего нет. Да, вовне. Ничего нет. То есть, например, когда мы говорим о форме шара, которая в меди, да, там всё-таки как бы эта форма шара внутри мира. Внутри мира формы. Мы не можем только сказать, что она отделена от меди. А здесь ты уже можешь говорить о том, что форма как бы отделена. Ну, во-первых, как бы она, в принципе, отделена от природы, да, потому что она находится вот в эфирном пространстве. А с другой стороны, она как бы, эфир-то, рядоположен этим элементам, да. Вот здесь вот переход этот, он рядоположный переход, да. Не происходит так, как скачёт. То есть, Бог, на самом деле, он пространственно, он находится, он пространственно, рядоположен человеку, да, но только он является вот этой крайней сферой, объемлющей всё. Она вот эта идеальная, крайне объемлющая всю сфера, она покоится, и она и есть тот первый двигатель, который задаёт первый толчок, да, первые движения. А все эти, всё остальное вращается, да. Вот он этот, эта крайняя сфера задаёт сначала движение, вот по кругу это движение, да, богов, вот этих промежуточных, да, в виде планет и звёзд. Потом через них возникает движение всего остального. Причём, что значит задаёт? Тут речь идёт о стремлении. На самом деле, у меня была мысль о том, что Бог представляет собой вот этот центр. Потому что во всей вот этой вращающейся конструкции именно центр стоит, да, получается, что всё вращается вокруг центра. Центр стоит, как бы, и можно было подумать, что это именно центр и есть Бог. Но в одном месте Илья Судяль явно сказал, что Божественному надо находиться высоко в небе, и поэтому не мог быть центром Бога. Поэтому остаётся только крайняя сфера, да. Именно для крайней сферы. Он говорит о том, что она покоится, да, и значит, получается, что вот крайняя сфера, которая имеет вот материал эфир, она и представляет собой Бога. То есть Бог вот такой вот эфирный, эфирный существо. Он, причём, что интересно, он является живым. И у него вот есть лево, есть право. Там возникает вопрос, почему вот эти сферы небесные, да, вращаются в определённую сторону, а не в другую. И на это Аристотель указывает на то, что Бог-то живой на самом деле, да, и поскольку вот наши мы, допустим, смотря на себя, мы же живые, да, у нас есть право, лево, есть вверх, да, есть низ, есть вперёд, ну, условно говоря, там вот с той стороны перед, а с этой зад, да, как бы вот так вот, тут зад, там перед. И просто, поскольку мы вот несимметрично устроены, то и весь мир, да, когда несимметрично устроен. И поэтому он вращается в определённый способ, каким удобный Богу, да. То есть мир, в принципе, вот, хотя и сфера, да, и вроде бы идеальная фигура, но тем не менее вот в этой фигуре вот он вот различается. Право-лево, вверх-вниз. То есть если делать последние выводы, да, отсюда можно сказать, что весь мир представляет собой Бога. Да, можно было бы сказать так, что вот как у нас, в нашем организме, мы различаем ум, да, и тело. И как бы ум отделён, как бы, от тела, да. Ну, у нас всё-таки ум находится в душе, душа, вроде, отделена от тела, но всё это, как бы, мы не можем похвастаться, что всё это устроено совершенным образом. А вот если вот эту же аналогию переносить на весь мир, то в смысле вот всего мира, это устроено идеальным образом, да, где вот эта вот крайняя сфера, это и есть же форма, да, форма, 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 которая и есть ум, да. О, это какая форма? Шаровидность, да, идеальная шаровидность. А это всё остальное, это как бы тело Бога. Но это только в смысле аналогии, да, всё просто, всё находится в том смысле, что Бог как бы является охватывающей сферой, всё находится в Боге. Ну, конечно, здесь только аналогия, да, потому что Богу не перестало изменяться, да, и поэтому вот эти все изменения происходят как бы внутри, но не относятся к Богу, да. Точно так же, как мы говорим, когда говорим о себе, мы имеем в виду прежде всего свой ум, да, и только во вторую очередь своё тело. Точно так же, как бы, у Бога вот этого зависимости от тела нету, да, он как бы существует в некотором эфирном пространстве, и вот он и есть чистая вот эта форма, то есть чистый ум, который мыслит себя. И что такое бы означало вот это вот мыслить или созерцать самого себя, да, Бог есть мышление и мышление. На самом деле, если вдуматься, вот эти вот, Бог-то является актуальностью, да, почему вообще, а действительно отказывает от существования у Бога материи? Потому что материя является началом изменения и началом возникновения и уничтожения, да, если Бог был бы, и вообще является чем-то потенциальным, да, если Бог был материальным, то он бы изменялся, да, и он был бы потенциальным, да. В Боге как бы Бог есть чистая актуальность, и поэтому в Боге нет материи. Но просто я еще раз сказал, что под материю, алистователь понимает вот эти вот материи, в смысле четырех элементов. Но это не означает, что Бог не является, как бы, не имеет, как бы, некоторую, то, что можно было бы назвать, материальную составляющую, то есть то, что я назвал материалом, да. Вот есть эфир, да, который соответствует этому божественному материалу. Так вот, поскольку Бог, эфир как раз, поскольку он изменяется, у него нет никакой потенциальности, он полностью актуальный, да, и поскольку Бог является вот этой энергией, да, как бы, и более того, интеллектии, да, поскольку он полностью является актуальностью, да, полная, является полной осуществленностью, в нем нет ничего потенциального. Поэтому и то, как Бог мыслит само у себя, оно должно сразу как-то осуществляться. Я подозреваю, что вот то, что есть сферы вот в этом эфирном пространстве, да, и которые вращаются, да, причем вращение-то происходит как вот по кругу, да, а круг-то и есть связан с рефлексией, да, что такое мыслить само у себя, это и есть двигаться по кругу. И возможно, на самом деле, вот это движение по кругу, да, небесных сфер, это и есть то, каким образом Бог осуществляет мышление само у себя. Бог, иначе говоря, мыслит само у себя, и это мышление сразу становится актуальным в мире, да, оно проявляет себя в движении планет, движение звезд по вот этим орбитам, да, постоянным орбитам. И это и есть, собственно, способ, каким Бог существует, да, Он существует единственным блаженцем способом. Конечно же, как бы отдельные сферы тоже являются богами, да, ну, здесь просто возникает вот старая тема, связанная с тем, что в Боге, в Боге все божественное, да, и все моменты божественного божественны. Но можно, конечно, придерживаться и другой интерпретации и говорить о том, что просто крайняя сфера неподвижная, собственно, является перводвигателем, да, и является, собственно, Богом. Она, поскольку она крайняя, она, как бы, отделена от всего мира, да, просто, ну, как вот объемлющее отделено от того, что внутри находится, да, вот как, скажем, сосуд, в котором налита жидкость, да, сам сосуд отличен от этой жидкости. И вот она, вот этот сосуд, или, ну, в аналогии сосуда, если разговаривать, да, он, как бы, отделен от мира и представляет собой некую форму, да, вот идеальную форму, есть ум. Только тогда непонятно, что значит, что этот ум мыслит само себя. Ну, каким-то образом он там себя мыслит. И более было бы красиво, если все-таки возникала вот эта такая аналогия, что раз Бог актуальность, да, и то и его мышление. Мышление тоже является актуальным, да, причем, поскольку Бог рядоположен миру, да, хотя и в эфирном пространстве находится, то тем не менее это означает, что, как бы, и мышление его должно быть, как-то, рядоположено миру, да, не так, как у нас. У нас мышление скрыто, как-то, внутри тела, да, а у него, вот, как бы, оно явлено в виде, и то, что оно скрыто, кстати, в тело, это говорит о том, что оно потенциально, да, в нашем мышлении оно, как бы, потенциально, когда мы пытаемся что-то осуществить, мы пытаемся вот эту вот нашу потенциальную внутреннюю воплотить. А вот у него сразу, как бы, нет никакой потенциальности, оно просто сразу актуальным становится в виде вращения светил. Вот такова теология Аристотеля. И здесь, на самом деле, есть прямой переход к философии неоплатоников, А именно, Аристотель остановился на уме, да, и не пошел дальше, а неоплатоники подняли выше ума нечто, что они назвали одно, да, ну, согласен, одно. Причем это одно уже не является никаким ничем материальным, да, это некий принцип уже, да, лежащий по ту сторону всякого мира, даже по ту сторону бытия, просто он пронизывает весь мир. У Аристотеля вот все-таки вся философия монетна, да, и даже Бог и монетны, то есть вот есть некое единое пространство возможности, да, оно реализуется внутри этого пространства, да, и все, начиная там от индивидуумов, да, каких-то сущностей, единичных сущностей до Бога, они все находятся в неком одном мире живут. А у неоплатоников вот появляется это одно, и это одно уже представляет не просто в смысле единицу, да, вот к пифагорейце, но представляет собой принцип, да, принцип, который пронизывает весь мир, да, весь мир представляет собой одно, каждое отдельное сущее представляет собой одно, то есть одно представляет собой принцип существования всего, и оно как бы находится как бы вне мира, И у них также мир устроен в виде, ну, в виде некой плюромы, да, можно было бы сказать, некой полноты. Это одно как бы изливается в этот мир, да, и этот мир вот в виде такой некой тоже иерархии выстраивается. Причем в этой иерархии как бы тоже есть ум, есть душа, там есть материя, и это все есть. Но тем не менее вот очень важно, что появляется вот этот принцип потустороннего, да, принцип вот одно. Ну, и мы, возможно, как бы в ближайшем будущем вот именно перейдем к обсуждению именно философии неоплатоников. Для того, чтобы завершить вот эту вот нашу античную эпопею, связанную с обсуждением того, что представляет собой античность как некая единая форма сознания, да, если это вообще единая форма сознания.